Всем привет! С вами Светлана и сегодня мы посмотрим мой заказ по 10 каталогу Фаберлик. У меня много новинок, но давайте оставим их на потом и начнем с того, что я взяла в распродаже по срокам годности, которая периодически стартует у нас на сайте, где за копейки можно взять хороший продукт, у которого до конца срока годности осталось пару месяцев. Я взяла вот такое жидкое мыло. Это у нас серия Витамания. Аромат черной смородины. Я брала уже гель для душа. С этим же ароматом очень мне нравится. Это прям насыщенный аромат черной смородины. Потрясающий летний. Витамания заявлена как серия с витаминами А, Е и ПП. Не знаю, насколько это правда, но аромат здоровский. Консистенция гелевая приятная, пинется хорошо, поэтому брала и буду брать. Где-то 30-40 рублей обошлось мне вот это жидкое мыло. Дальше. По срокам годности я взяла себе вот такой вот освежающий бальзам для волос линейки La Creme. Артикула 86-71. С освежающий мятой и молочными протеинами. Изысканный уход. Я не пробовала ни шампуни, ни бальзама La Creme. Если пробовали, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам. Потому что гели для душа и жидкое мыло этой линейки я не люблю. Плохо пенится именно поэтому. Здесь фольгированная упаковка. Я еще его не пробовала. Вот. Сейчас затестим с вами аромат. И флакончик такой большой оказался. Я ожидала, что это будет миллилитров сто. А он прям огромный. Еле-еле уловимый. Вот. Вообще прям еле-еле. И пахнет мятой. Действительно, мятой, мелиссой. Попробую протестирую ее уже в пустых баночках. Расскажу вам, как он работает на волосах. И третий продукт, который я взяла в распродаже по срокам годности, это маска Аксиолоджи. Кислородное питание. Маска для лица. Артикул ее 0268. Я успела ее уже протестировать. Она, кстати, была не фольгированная. Но здесь была заглушечка клапан. Что могу сказать по этой маске? Она довольно плотной текстуры. Прям такой плотной-плотной. Похож на глиняную. Не знаю, есть ли здесь глина в составе. Потому что состав, как всегда, на латыни. На первом месте вода, глицерин. И вот такой вот огромный состав. Если вы разбираетесь, можете нажать на паузу. Как бы заскринить, посмотреть, почитать. Для сухой и нормальной кожи. У меня кожа комбинированная, но маска подошла. Я ее использовала на лицо буквально час назад. И больше никаким кремом не мазалась. Она дает легкий эффект мотирования. Кстати, это здорово. Наверное, все-таки есть здесь глина в составе. Здесь 50 миллилитров. И что могу еще по ней сказать? Она выравнивает цвет лица. Это есть. Питает, увлажняет. Ну, по крайней мере, не сушит точно. Для нормальной кожи подойдет 100%. Для сухой не могу сказать. Но мне она не сушит. Ни в каких местах не стягивает, не сушит. Сейчас я покажу вам ее консистенцию. Она такого беленького цвета. Очень густая. Но нормально выдавливается. Вот, видите? Вот так распределяется. Я наносила ее довольно плотным слоем. Ну, то есть, не как сейчас. А прямо вот лицо у меня было белое. И вот в течение минут пяти, наверное, она практически полностью впиталась в кожу. Кожа ее впитала. И эффект неплохой. Но она прям плотная. Кто не любит сильно плотные маски, которые дают ощущение, может быть, даже пленки какой-то на лице, это не ваша история. Но мне в целом она понравилась. Тем более, тоже взяла ее где-то рублей за 40-50, наверное. Есть в моем заказе еще два продукта, которые я взяла по Фаберлик-клубу за 1 рубль. То есть, это маска для волос, для интенсивного увлажнения Дипаква. Вот так она выглядит. И артикул ее 89-65. Я еще ее тоже не пробовала, эту линейку. Не пробовала вообще. Смотрите, все добротно запаковано. Если вы пробовали, напишите, пожалуйста, как вам эта линейка. Потому что я протестирую в ближайшее время тоже. И уже в пустых баночках вам расскажу. Тяжело ее открыть. Честно говоря, она туда продавливается. Нужно чем-то поддеть. Вот таким образом она открывается. Пахнет здорово. Вот так выглядит. Она немножко бежевого цвета. Ой, очень плотная. Прям вот ее даже не продавишь. Прям плотная-плотная. И пальцем тяжело набрать. Прям хорошая плотная текстура. Расход у этой маски, я так понимаю, будет небольшой. За счет ее плотности. Но на руке можно попробовать, конечно, хоть маска для волос. Но запах классный на самом деле. Запах обалденный. Свежий. Но это первый продукт, который я пользую в этой линейке. Буду пользоваться. И поэтому расскажу вам обязательно. Потом возвращает волосам мягкость и блеск без утяжеления. Что очень важно. Хотя мои волосы, наверное, сейчас ничем не утяжелишь. Так. И второй продукт. Это у нас линейка Salon Kea. Это спрей-уплотнитель для лишенных густоты истонченных волос. Активный гиалурон. Артикул его 8164. Здесь 125 мл. Я тоже ждала баночку поменьше. Она прям такая большая. Надолго хватит. Хотя я им интенсивно пользуюсь. Уже успела тоже протестировать. И что могу сказать по этому спрею. Действительно, на самом деле волосы выглядят плотнее. После мытья головы, шампуня и бальзама, я немножко дала им подсохнуть естественным путем. И нанесла. И прочесала расческой. И уже влажные волосы, они выглядят как-то прям вот не прилизанно, как обычно, а объемненько. Их так много, так здорово, хорошо. Когда они у меня еще полностью высохли, я нанесла этот спрей еще раз на кончики. Как бы вот вы видите результат. Без всяких масок. Вот этот спрей один я применяла. И волосы феном не сушила. Они высохли естественным путем. За счет уплотнения каким-то образом этот спрей придает волосам густоты. Это действительно так. Он мне понравился. Я взяла на пробу. И теперь по баллам у меня их скопилось там великое множество. Я возьму, наверное, еще сыворотку из этой же линейки. Единственное, что по аромату. Аромат здесь, конечно, не все любят. Это классический аромат линейки Солонке. Так как у нас эта линейка без парабенов, без всяких таких химозных отдушек заявлено. И без плохих, скажем так, добавок. Аромат у нее тоже, ну, не совсем приятный. Но он легкий, быстро выветривается. Знаю людей, которые его не переваривают. Моро, привет! Но для меня это не критично. Выветривается быстро. Все нормально. Все замечательно. Советую попробовать. И буду покупать еще. Следующие продукты в моем заказе это долгожданная туалетная водичка Пуртужор. Тоже ее уже, конечно, открыла, не удержалась. 31.51 у нее артикул. И в этом каталоге она идет с хорошей скидкой. 999 рублей по каталогу. Обычно ее цена 1500. И 799 рублей, если вы зарегистрированный консультант. Это очень хорошая цена для такой туалетной воды. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы, под видео я оставлю ссылочку. Вы можете пройти по ней, зарегистрироваться и заказывать любимые продукты с хорошей скидкой. Вот такой симпатичный, очень презентабельный флакончик. И в каталоге эта туалетная водичка заявлена как аромат для невест. Аромат летней свадьбы. На самом деле это так. Я заказала пробник и просто влюбилась. Это потрясающий, действительно летний, свежий, легкий аромат с приятным, очень приятным шлейфом. Но у каждого, конечно, на коже он будет раскрываться по-разному. Но мне безумно нравится. Я сейчас делаю как. Я заказываю пробники, наношу их на себя, на руки, на шею, на запястье и ношу в течение нескольких часов. И уже по прошествии этого времени я понимаю, подходит этот аромат мне или нет. Как он раскрывается на мне и так далее. Так же я делала с пробником этой туалетной воды и просто влюбилась в него. Очень рада, что наконец-то была на него скидочка. Здесь 50 мл. Такой квадратненький симпатичный флакон. Единственный минус здесь совсем не плотная крышка. Она не щелкает, не защелкает. Она просто легонечко вот так надевается и может соскочить, если вы будете носить этот флакон в своей сумочке. Ароматы описывать не умею, поэтому всегда говорю, заказывайте пробники и ощущайте на себе. И, конечно же, из этой же серии я взяла гель для душа. Он тоже был в акции за 99 рублей. Пурту жур. И вся я такая в Пурту жур. И помылась сегодня с этим гелем для душа и напшикалась туалетной водой. В общем, благоухаю, хожу и очень нравится. Гель для душа не был профольгирован, не был ни запаян, ничего. Аромат соответствует туалетной водичке. Консистенция, как и у всех парфюмированных гелей для душа, очень хорошая, плотненькая. Очень здорово мылится, поэтому мне их хватает надолго. Я люблю парфюмированные гели для душа. Артикул его 81.25. Можно, кстати, по гелям для душа тоже, они лишними в доме не бывают, оценивать аромат туалетной воды, подходит вам он или нет. Мне нравится так делать, если честно. Следующая покупочка – это зубная щетка силиконовая. Вот так она выглядела в упаковке. И я тоже ее уже затестила, чтобы рассказать вам, так сказать, об эффекте. Она была по акции за 100 с чем-то рублей, не помню точно. И артикул я ее, наверное, уже тоже оторвала. Ну, несложно найти ее на сайте. Это средняя жесткость, инновационные технологии, написано на упаковочке. Вот так она выглядит. И такая она достаточно мощная. Вы знаете, я сравнивала ее с обычной зубной щеткой, которая у меня есть. Здесь больше и сама головка, и ручка такая добротная. Вот удобно ей чистить зубы, честно скажу сразу. Здесь лейбл Фаберлик логотип. Что могу сказать по этой щеточке? Она, кстати, вот плавающая головочка немножко. Здесь есть как бы такое тиснение, и она немножко гнется. Я просто поражена на самом деле. Она действительно крутая. Я знаю, что о этих щетках отзываются либо негативно, либо положительно. Нет каких-то нейтральных отзывов. Они либо подходят людям, либо нет. Мне очень понравился эффект. Я не знаю, конечно, вот как она прочищает между зубами, именно вот между зубами расстояние, потому что они... Ну, она действительно средней жесткости. Они не то чтобы мягкие, как, знаете, бывают такие детские напалечники, зубные щеточки, где мягкая-мягкая нежная щетинка. Она, ну, достаточно такая упругая, с хорошим наполнением. И она замечательно очищает эмаль. Мне понравилось то, что она не травмирует десна, хоть они у меня нечувствительные, но если у вас чувствительные десна, это однозначно ваша история. Вот такой щеткой вы себе их не пораните никогда. И не травмируете никоим образом, поэтому у кого какие-то проблемы с деснами бывают, присмотритесь обязательно к этим щеткам. Я в полном восторге. Буду пользоваться дальше, чтобы рассказать и дополнить свой отзыв поподробнее. А пока она мне очень понравилась, скорее всего, буду заказывать себе по акции про запас еще. Тушь Верри Берри. Много я слышала о ней положительных отзывов. Как только она появилась, консультанты сравнивали ее с тушью, которая раньше была в таком же практически формате, но оранжевая. Я не застала эти времена, поэтому мне не с чем было сравнить. Смотрела, смотрела, но потом вроде нашла тушь Ваш Оскар, которая мне очень понравилась, и решила не размениваться на всякие новинки. А на этот раз все-таки залезла опять в отзывы, и не нашла ни одного отрицательного, поэтому заказала ее себе. Это тоже восторг. Показываю вам кисточку. Вот так она выглядит. Один край скошный, а с другого как бы углубление. Сейчас сделаем фокус. Вот. Потрясающая кисточка. С разных сторон вам ее показываю. И она лучше туши Ваш Оскар. Я теперь влюблена именно в эту тушь. Артикул ее 5613. Сегодня я ей уже накрасилась. Она позволяет наслаивать тушь. У меня сейчас на ресницах три слоя. Первый, он очень аккуратный, нежный, и даже, знаете, вот, кто любит краситься именно, как сказать, не так сильно, допустим, как я, а вот слегка прокрашивать реснички, вот первый слой, он дает такой эффект своих ресниц хороших. То есть даже не видно, что они накрашены, но они подкручены. Эта кисть прекрасно подкручивает Ваши реснички, разделяет никаких комочков, ничего подобного. Вот просто супер, никаких нареканий к этой туши нет. Сейчас я вам покажу вблизи, как это выглядит на моих глазах. Вот как тушь выглядит на моих ресницах. Это три слоя. И посмотрите, три слоя, и никаких комочков, никаких слипшихся ресничек, все просто прекрасно. Поэтому тушью довольно все 100%. Если вы еще не нашли свою тушь Фаберлик, и не пробовали тушь Верри Берри, я вам очень советую ее попробовать. На мой взгляд, идеальная. Как она будет, конечно, носиться еще, насколько ее хватит, я обязательно свой отзыв дополню в пустых баночках. Ну, а теперь переходим к новинкам. Та-дам! Итак, первая моя новиночка – это серия Weekend. Если вы смотрите мои видео, вы уже знаете, что я к ней очень хорошо отношусь, и она мне нравится гораздо больше, чем серия ICO. Это у нас очищающая эмульсия. Артикул ее 0141, здесь 150 мл. Красивая баночка. Ну, разве что без дозатора, я люблю вот когда дозатор, но тоже довольно удобно пользоваться. И она тоже была, кстати, не фольгированная. Аромат классический серии Weekend. Это запах свежести, запах чистоты. И вот именно с этим ассоциируется у меня аромат серии Weekend. Консистенция жидкого такого молочка для тела, либо для лица, и белого цвета. Сейчас я вам покажу. Значит, что мы делаем? Мы наносим очищающую эмульсию на лицо. Мы можем снимать ей макияж, а можем просто как бы почистить наше личико. Массируем пальцами по массажным движениям, то есть снизу вверх, не оттягивая свою кожу вниз. И прекращаем это делать тогда, когда вот эта белая эмульсия становится на нашей коже абсолютно прозрачной, и, как здесь написано, превращается в тоник. То есть, когда белесость вот эта вся прошла, прекращаем массировать и умываемся. Это потрясающая эмульсия. Она мне понравилась гораздо больше, даже чем гидрофильное масло серии ICO. Очищает действительно, макияж убирает действительно, помимо всего этого, еще и тонизирует кожу, заряжает ее бодростью, красивый цвет лица, ощущения тоже очень приятные, кожа глазенькая, мягенькая. Ну, в общем, никаких нареканий. Я буду, конечно, тестить дальше, если что-то изменится, сообщу вам об этом. Но пока я очень довольна своей покупкой и вообще серией Weekend в целом. А теперь смотрите, вот как это делается. наносим на кожу и начинаем распределять массажными движениями. И вы видите, что она становится абсолютно прозрачной. И вот она стала абсолютно прозрачной, и мы ее должны теперь смыть водичкой. Вот так это работает на нашем лице. Ммм, запах вообще. Следующая новинка, это серия No Snow. Я взяла из этой серии несколько продуктов, и первый из них, это у нас шампунь, бальзам для мужчин против перхоти с перитионом цинка. Здесь ментол и еще даже против выпадения волос. Артикул его 1305. Здесь 200 мл, нормальный объем, бюджетная цена у линейки. Почему бы не попробовать? Так, предназначен как для профилактики, так и для эффективной борьбы с перхотью. В этом я сильно сомневаюсь, потому что если у вас есть перхоть, а перхоть это заболевание, никакой шампунь вам ее не вылечит. Другое дело, если у вас есть шелушение и зуд головы в связи с тем, что вы или сожгли кожу головы, или вам не подходят средства, которыми вы пользуетесь, то это да, тогда да, вот такие вот шампуни, которые заявлены, что они против перхоти, с этим, конечно, справляются. Но перхоть шампунем не вылечишь. Это заболевание, которое лечится изнутри, и не только снаружи. А этот шампунь мы еще не пробовали, как он себя поведет. Расскажу в пустых баночках. А вот эту линейку я уже затестила. Здесь у нас шампунь против перхоти, тоже с перитеном цинка, морские минералы против выпадения волос. И бальзам, то же самое против выпадения волос. Решила взять именно эту линейку. Артикул шампуня 1301, бальзамы 1302. Что могу сказать по этим средствам? Шампунь обещают нам, что питает, способствует укреплению волос, подходит для ежедневного применения. Ну и бальзам тоже самое. Конец мая, дата выпуска. Ну, все нормально. Шампунь пенится замечательно. Белого цвета он. Запах у линейки тоже очень приятный. Цветочный, мне напоминает вот как бы розу, жасмин, что-то даже вперемешку. Хороший аромат, очень приятный, мне нравится. И он, ну, довольно-таки выражен. То есть, те, кто не любит, выраженный аромат, не ваша история. Шампунь пенится хорошо. Хватает, то есть, одной помывки головы, если вот серия салонки, а мне нужно один раз помылить, сметь, второй раз намылить. Здесь нет. Здесь хватает одного раза. Здесь в составе наверняка есть какие-то силикончики. И волосики, в принципе, мягенькие. По шампуню все хорошо. У него даже, знаете, немножко такая кремовая текстура. И это тоже приятно. Для тех, кто не пользуется бальзамами и масками, в которых и без того волосы хорошие, достаточно будет одного такого шампуня, потому что, ну, действительно, кремовая текстура, волосики без бальзама после него довольно мягкие. По бальзамам ни о чем. Вообще вот просто ни о чем. Что есть, что нет. Я нанесла. Думаю, может, мало нанесла. Нанесла еще и думаю, куда уже полфлакона, что ли, мне длить на свои волосы. Я не ощущаю. Обычно после бальзама волосы должны прям вот руками проводишь, они такие гладенькие, мягенькие становятся. Все замечательно. Это не то. У кого волосы не убиты, и кто их не красит, не перекрашивает, возможно, подойдет легенький бальзамчик, немножечко, немножечко, прям совсем эффекты от него. Да. Но кто волосы красит, пользуется феном, утюжками и так далее, этот бальзам совершенно ни о чем. Не советую вам, девчонки, его брать. Возьмите лучше вон спрей, салонки, а или что-нибудь другое. Один шампунь берите, бальзам не советую. Абсолютно. Ну и, конечно же, в моем заказчике был 11-й каталог, у которого тоже много акций распродаж, и мы обязательно снимем на него отдельный обзор. Здесь очень интересные подарочки новичкам. Это гидрофильное масло и крем серии ICO. Достойный, хороший подарок, я считаю. Вообще замечательный. А, еще и повязка на голову. Тоже супер, вообще, смотрите. Что мы делаем, для тех, кто не знает. Делаем заказ, регистрируемся в следующем периоде. Делаем заказ. От 1700. И в следующем периоде, в 12-м каталоге, мы получаем вот эти вот 3 средства в подарок. Это потрясающе. Кто еще не зарегистрирован, ссылочка внизу под видео. Ну, а на этом все. Вот такой у меня был заказ. По 10-му каталогу Фуберлик. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Спасибо всем, кто был со мной. Не забывайте ставить пальчики вверх. Подписываться на мой канал и нажимать колокольчик. Мне будет очень приятно. Все комментарии читаю. Задавайте свои вопросы, если вас что-то интересует. Я с удовольствием на них отвечу. Всем пока-пока. До следующего видео.